Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас из студии универсального формата. Меня зовут Юлия Севера и я объявляю, что мы работаем в прямом эфире. 202 11 22 – это телефон, создан для того, чтобы вы стали участниками нашего эфира. Сдавайте свои вопросы, адресуйте вопросы нашим гостям. Ну и, конечно же, розыгрыш призов не за горами. Целых три подарка мы заготовили для вас, дорогие телезрители, поэтому ждите, смотрите внимательнее, ничего не пропустите. Сегодня поговорим на самом деле на очень важную, серьезную и забавную тему, далеко не забавную. Проблема абортов, наверное, в России сейчас очень актуальна и кто-то может отнестись к ним как к положительным, какому-то такому, какой-то такой процедуре. Кто-то, конечно, понимает, что это плохо, что это недопустимо. У каждого свое мнение. Сегодня выслушали мнение наших сегодняшних гостей. Итак, я вам представляю, у нас в студии руководители и члена молодежного клуба «Милосердие», который находится при храме в честь Казанской иконы Божьей Матери. Представляем сначала руководителя, это Екатерина Кабанова. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. А рядышком расположил Светлана Немова, как один из соратников, как один из участников клуба. Следом Павел Матвеев. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Ну и рядышком со мной Александра Волкова. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в студии, очень рада видеть ваши лучезарные глаза, даже несмотря на то, что тема сегодня серьезная, я бы даже сказала, наверное, злободневная, но все равно какая-то такая искринка, какой-то оптимист в глазах у вас сохранен, светлость, святость, быть может даже. Спасибо, что пришли в любом случае. Надеюсь, что наш разговор будет не только интересен, но и полезен для телезрителей, что они услышат. Екатерина, я знаю, что совсем недавно в Самаре прошел форум, который так или иначе был посвящен вопросам, которые сегодня рассматриваем в эфире. Расскажите, что за форум, где, как, быть может, что-то путаю, какая-то цель другую преследовал форум? Ну да, действительно, 22 ноября у нас в Самаре прошел по благословению нашего владыки, митрополита Сергия. Прошел в рамках третьей международной акции «Неделя за жизнь» «Михайловские дни» у нас прошел форум, посвященный как раз-таки проблеме абортов в России. Были приглашены представители общественных организаций, православных приходов, врачей, юристов, медиков, ну и словом, как бы, всех людей, кто уже не может, как бы, мириться с легальным уничтожением ребенка в утробе матери. Вот. И таким образом все собрались для все-таки, чтобы еще раз напомнить людям об этой проблеме, чтобы как-то заострить на этом внимание, то, что действительно проблема очень серьезная, и что касается нашей стороны, разные аспекты в этом задействованы. Вот. И вот сейчас немножечко расскажу о форуме, что там было, как. Нас в этом году поддержал даже с политической точки зрения председатель Самарского отделения партии «Родина» Сергей Анатольевич Мирошниченко. Он с приветственным словом, как бы, выделил демографические аспекты именно этой проблемы и оказал нам действительно поддержку в этом движении, в движении общероссийского, так скажем, масштаба за жизнь. Вот. И поддержку именно, чтобы производился сбор подписей, вот, чтобы на законодательном уровне все-таки, чтобы эта проблема решалась именно. То есть мы должны сегодня понять и отметить, что эта проблема имеет несколько аспектов. Первый из них это демографический, собственно говоря, государство тоже страдает от этой проблемы, от этого аспекта, от этой процедуры, если разрешите так назову, да, как многие называют аборт. Хорошо. Дальше. Что же еще было на форуме? Вот члены именно духовенства, представители духовенства нашей епархии, они выделяли тоже довольно-таки интересную тему в наше время, очень актуальную. Они призывали всех задумываться о ценностях семьи, потому что в наше время, как сейчас мы все видим и знаем, все ценности семейные, они потеряны. Такие понятия, как супружеская верность, многодетство, почитание старших, любви к детям, супружеская верность, они мало того потеряны, они все до такой степени искажены, изменены. Вот сейчас я думаю, что это все-таки причина наших всех острых проблем, которые у нас в России. Ну, банально я назову, это алкоголизм, наркомания. Вот. Я думаю, что никого это не оставляют равнодушными. Вот. Но мало кто задумывается, откуда это и чего это корень, как бы чего. Вот. И вот мы, опять же-таки, затрагиваем одну из проблем. Вот это вот, как бы, где-то убийство, да, вот назову такое, как бы немножко, может быть, для кого-то пугающее, да, действительно. Тут даже не задумывается, что вот можно это назвать таким ужасным словом. У нас действительно сейчас, вот я даже статистику такую немножко приведу, около 17% в нашей стране сейчас бездетные семьи, около 60% это семьи, которые имеют только одного ребенка, около 32% и всего лишь 6% это многодетная семья, которая имеет трех и более детей. Естественно, цифры как бы не впечатляющие, и 6% это, естественно, такой плачевный. Очень плачевный. Капля в море. Капля в море. Тем более, три ребенка, мне кажется, раньше, это абсолютно многодетная семья считалась. Ну, действительно, как будто бы это не Аша. Это абсолютно нормальная, да, семья считалась. От трех. Да, от трех. От трех. А сейчас три, это действительно мать-героиня, отец-герой и семья. Ну, многие, кстати говоря, мне кажется, сейчас, опять же, потому что искажены у нас какие-то, наверное, понятия и ценности, думаю, то, что три ребенка, значит, хорошо живут, значит, есть деньги, чтобы воспитать. Есть, да, такое? А у кого более там вообще-то получается? Это наверняка. Ну, вопрос денег в наше время, на самом деле, не очень актуальный. Как-то все-таки, так вот, опять же, смотришь, раньше оправдывали этот грех, то, что действительно, какими-то материальными благами. Ну, у нас такой век, слава богу, то, что никто у нас не умер сейчас от голода, ни один человек. Ну, по крайней мере, мне все равно, мне кажется, если задать женщине, почему, говорят, ну, что не воспитаю. Мне кажется, вот сейчас какие-то же личные условия не позволяют, быть может, там работать. Ну, вот как раз-таки все и сводится именно то, что женщина сейчас не хочет себя лишать комфорта. Все-таки ребенок, это действительно серьезный момент, это какие-то все-таки обязанности требуют от родителя, да. И чтобы все это не сталкиваться с этим, это легко сейчас действительно вот сделать такую вот процедуру, да. Потому что женщина, на самом деле, она, когда делает шаг и оставляет ребенка, она должна понимать, что ее жизнь ей уже не принадлежит. Это принадлежит только детям, чтобы их воспитать достойными людьми. Мне кажется, здесь еще очень важна, все равно так или иначе, поддержка мужчины, отца. Если женщина чувствует опору, да, если действительно семья – это семья, то, наверное, она вот, ну, не пойдет на такое, я так думаю, по крайней мере. Это мое мнение. Не буду настаивать, не буду спрашивать вас, но разрешите тоже его выскажу. Мне кажется, все-таки есть такое. Хорошо, отвлеклись немножко. Не отвлеклись от темы, а отвлеклись немножко от формы. Я так понимаю, что были действительно представители и культуры. Можно еще про духовенство скажу, да, то, что отцы и батюшки, они призывали именно действительно всех слоев общества и вообще вот всех граждан нашей России именно пропагандировать, не касаясь веры даже, да, все равно всегда жили вот эти ценности семейные, всегда, как мы знаем, все идет из семьи, да, вот, и батюшки призывали именно проповедовать эти качества семьи, вот. Все-таки в наше время сейчас пропагандируется нечто иное, да, и мы как-то вот смотрим, опять же, такие по молодежи, и вот у нас у всех дети, и, конечно, все-таки мы заинтересованы в том, чтобы наше общество изменялось, потому что в этом обществе в дальнейшем будут жить наши дети. Ну, тут главная тема форма тоже. Вы поддерживаете, да, свою коллегу. Так, хорошо, разрешите, пожалуйста, обращусь к нашим телезрителям. Сегодня мы заготовили для вас вопросы из категории «Единственные неповторимые». Ну, вот так вот решили мы вас сегодня помучить. Пусть будет такое слово. Итак, какой единственный в мире экспонат содержится в специально построенном для него музее в Стокгольме? Один единственный экспонат во всем музее. Итак, это древний дуб, это парусный корабль, это дирижабль, либо ледяной дворец. Если ответите верно, то получите билеты на концерт исполнительницы Лены Василек, который состоится 28 ноября в АДО. Любители этой исполнительницы, этой певицы, я думаю, с радостью отправятся на это мероприятие. Итак, какой единственный в мире экспонат содержится специально в построенном для него музее в Стокгольме? 202-11-22. Звоните, отвечайте. Свои предположения есть какие-то, нет? По этому поводу. Или будем дожидаться телезрителей умных, эрудированных, думаю, да? Ну, давайте предоставим возможность. Конечно, я тоже так думаю. Хорошо. Хорошо. Как связан форум и ваш клуб «Милосердие»? Вы были организаторами, либо участниками, либо, не знаю, волонтерами выступили. В качестве кого? Ну, хотелось бы тогда из истории, да? В плане того, что клуб наш создан не так давно. Это буквально весной этого года. Наш благочинный нас благословил на это дело. Вот. И вот при поддержке батюшки нашего отца Вадима мы как бы разносторонне ведем деятельность, но в том числе вот мы подключились к этому движению за жизнь. Потому что наш приход, ну, скажу вот, да, думаю, многие об этом, конечно, знают, но наш приход славится многодетными семьями, как раз-таки, у которых три и более детей, да? Вот. И нам близка эта тема. Близка, потому что все-таки, ну, как-то вот не хочется мириться с тем, то, что действительно сейчас происходит в нашей жизни, да, то, что все-таки такое равнодушие в обществе создалось по поводу вот этой темы, вот. И мы вот активно начали участвовать в этом деле. Ну, вот расскажу, вот, чем мы именно занимались. Давайте чуть-чуть только попозже. Позже для начала примем звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Тамара. Тамара, очень приятно. Давайте делитесь вашими знаниями, знания обо всем, скажем так. Какой единственный в мире экспонат содержится в специально построенном для него музее в Стокгольме? Это древний дуб, это парусный корабль, дирижабль, либо ледяной дворец. Ну, я думаю, что это парусный корабль. Парусный корабль. Слушайте, ну это действительно так. Я вас поздравляю. Два билета на концерт Лены Василек достаются именно вам. 28 ноября отправляетесь вы на сей событие. Единственный в мире парусный корабль. Начало 17 века. Корабль затонул в начале своего первого плавания. Он был поднят со дна и отреставрирован. Сейчас он эксплуатируется в специально построенном, стоит специально построенном для него музее и является таким единственным и неповторимым. Что ж, следующий розыгрыш совсем скоро, поэтому не теряйте своей бдительности и внимания. Хорошо. Что же было сделано уже за этот короткий срок существования клуба? Ну, за это время мы, так сказать, больше просветительской деятельностью занимались, потому что в рамках молодежи, да, мы производили сбор подписей на рамках нашего прихода. Мы также выезжали на другие приходы, собирали там. Люди действительно активно в этом участвовали и больше все-таки положительных таких вот отзывов об этом движении, о той именно цели, которой мы задались, да. Светлана, расскажите нам поподробнее. Есть, наверняка же, вот у нас, кстати, есть фотографии, можете как-то, основываясь на них, рассказывать о деятельности клуба. Ну, в данный момент мы видим, вот выставка, она была организована на празднике в рамках нашего храма, которые проводились на праздник Петра и Феврония, Спаса. И в этой выставке принимали участие и прихожане нашего храма, и гости нашего храма, которые нас посетили. Мы собирали в этот день как раз подписи и немного рассказывали о том, вообще, для чего это все делается. Для чего же нужен сбор подписей? Ну, самое главное, наверное, это то, что мы собираем подписи для того, чтобы на законодательном уровне из обязательного медицинского страхования исключили аборт. Слушайте, ну не боитесь ли вы резких взглядов со стороны обычных людей? Ну, резкие взгляды, наверное, будут всегда, потому что не бывает так, что все хорошо. Иногда в нашей жизни присущи моменты, с которыми приходится сталкиваться какие-то проблемы. Но, честно говоря, мы не боимся. Мы верим, что многие люди на данный момент, уже когда мы собирали подписи, убедились, что очень много людей готовы поддержать это движение, готовы сотрудничать, как-то помогать, чтобы какой-то свой вклад именно внести в то, что мы делаем. Вот. То же самое, также вот очень было интересно то, что в этом принимали участие дети. Уже, конечно, постарше, но большая вот осознанность того, что вот 11-12 лет уже, дети 10 лет, они уже понимают, для чего все это делается, и какие-то вот ценности у них уже закладываются. Вот это вот, конечно, очень было приятно. Ну и то, что вот люди все-таки сейчас, в наше время, пытаются уже разобраться, что такое семья, что такое материнство. И присоединяются и ставят подпись. Потому что в наше время, конечно, при нашей всей загруженности, потому что я больше чем уверена, у каждого в жизни есть и работа, и какие-то обязательства, нет времени просто. Но элементарно, вот, самое простое, что человек может сделать во благо всего этого дела, это просто поставить свою подпись. Если он действительно находит единомышленников, я имею в виду, в лице вас, если он понимает, для чего он это делает, то можно это сделать, да? Даже электронно. А так вот, действительно, вот эти вот резкие реакции, да, людей, которые негативные, вот смотришь, она все-таки происходит, наверное, из-за несватки как раз знаний. Потому что у нас действительно сейчас какие-то есть стандартные понятия, которые люди просто так принимают, как бы, как есть. И все. Они не задумываются, они не хотят углубиться в эту тему. Как удобно. Как удобно. Да, как вот для них удобно, вот, если они любую найдут, как бы, подпитку, вот, как вот удобно, чтобы себя сам оправдывать. За некомфорта. Да, и остаться в своей зоне комфорта, да. Слушайте, я знаю то, что на форуме, не знаю, открывали, закрывали в этот форум автопробегом. То есть автопробег у вас был в качестве привлечения внимания, что это было, почему автопробег? Ну, я думаю, доверимся мужчине с этим вопросом. Павел, расскажите, пожалуйста. Да, как Матушка до этого говорила, мы за это движение «За жизнь» в этом году только присоединились, так как у нас клуб еще молодой. Автопробег, получается, первый раз участвуем. Вот, также хочу сказать, то есть автопробег не только в Самаре, еще и в Тольятти, вот, в ближайших городах был. И так он вообще проводится по всей России. Вот, кроме России участники также ближайшие вот страны, там, бывшего Советского Союза, то есть Белоруссия, Украина. Я участвую тоже. Почему именно в эти дни, ну, вот, в ноябрьские вот эти вот проходят, потому что это связано как бы с тремя датами. Вот. В 1920 году, это вот была первая, 18 ноября, по-моему, да? 18 ноября. Вот. Был принят закон, и именно был в нашей стране, по всему, ну, первая страна была приняла, которая вот именно легализация оборудований. Потом в 1955 году была опять, как бы, ну, в 1936 году запрещали, частично в некоторых, как бы, этих регионах страны. Вот. В 1955 опять разрешили вот эти вот легализовые, ну, как бы, аборты. Легализовали. Да. Вот. И в 1059, по-моему, году была еще принята декларация прав ребенка. Вот. И в связи вот этих трех дат как раз проводятся Михайловские дни, попадают. Вот. И вот проводятся как раз по странам, по России тоже, в частности. Автопробеги. У нас в Самаре, как бы, хочу добавить, стартовал он автопробег от двух казанских храмов, вот у нас с МИЗОВОД и с КОММУНИСТИЧЕСКОЙ. Вот. Стартовали. Приехали мы в собор Кирилла Мефодия, вот, проехавшись по городу, как бы. Там дали, вот, как раз форум состоялся у нас в Духовном посетительском центре Кириллица. Хорошо. Скажите, пожалуйста, да, действительно, Ваша мысль понятна. Но неужели то, что сейчас аборты будут, ну, запрещены, я имею в виду, бесплатно, да, в обязательном медицинском страховании, неужели это действительно сделает так, что избегут некоторые женщины ошибку? Не будет ли просто потом идти и делать, а просто не будет этого бесплатно? Мы уже не в каменном веке живем. Мы сейчас живем все-таки в современной цивилизации, где очень много частных клиник. Мы говорим именно о том, чтобы исключить это из обязательного медицинского страхования, потому что те деньги, которые выделяются, а выделяются не маленькие деньги, можно было направить на поддержку как раз семьи и материнства. Вот. А также это останется за частными клиниками. И хотелось бы еще добавить, что как раз вот Паисий Святогорец, да, вспомни его, он сказал такую очень мудрую вещь, что когда женщина принимает решение детоубийства, она несет ответственность сама. А когда в этом участвует все государство, то, конечно, это ответственность ложится на каждого гражданина, на само государство. Все-таки действительно, если у нас страна самая официальная, это у нас православие, да, и все-таки мы являемся и считаемся православной страной, и все-таки не должно быть детоубийства в православии. Александр, поддерживаете? Конечно. Поддерживаете. Для кого все-таки эта проблема актуальна? Для молодежи, либо это не имеет возраста? Конечно, в первую очередь это для молодежи, чтобы сделать правильный выбор, чтобы знать, какой выбор сделать, потому что прадеда Матушка сказала, что просто от незнания, что, может быть, я неаккорно скажу, вдалбленная еще в школьном возрасте, что там еще ничего нету, это все неправда, это уже ученые доказали, что нет там никаких жабр, что это уже человек, что у него уже с месяца есть сердце, есть глазки, и он чувствует все, и как бы... Бессмертная душа. Я вот можно так вот скажу про фильм телезрителям, да, просто вот кто-то, может быть, если действительно очень поверхностно на эту тему, может быть, сейчас кто-то действительно вот об наших высказаниях думает свое мнение, да, не в пользу нас. Я бы хотела бы вот сказать, можно посмотреть фильм «Безмолвный крик» называется. Я думаю, что он такой трезвящий именно, и опять же таки вот даже и не касаясь Бога, даже не касаясь вот какой-то религии, да, все-таки этот фильм, он факт. По крайней мере, нужно посмотреть. Знаете, есть замечательное высказывание, пока женщина не знает, что она беременна, о ребенке заботится Бог. Когда она понимает, что она беременна, она уже начинает заботиться должна сама, да, от нее зависит, каким будет этот ребенок. Вот, наверное, такое высказание. Вам спасибо большое, что были сегодня с нами в студии. Встречаемся сейчас, будем с новыми гостями. Кто же это узнает? Хотелось бы еще, можно еще, хотелось бы очень добавить, то, что желающие, кто сейчас видит нас и слышит, также матери, которые оказались в трудной ситуации, без поддержки, матери-одиночки. У нас сейчас работает фонд в храме Казанской иконы Божьей Матери, на Коммунистической, и там уже начали оказывать именно помощь и поддержку таким матерям. Пожалуйста, обращайтесь, не бойтесь, вы не одни. Точно так же хотелось бы добавить о подписях. Вы можете в соцсетях, ВКонтакте зайти в группу «За жизнь» и точно так же в электронной почте оставить свою подпись. Ну и, конечно же, скоро будет у нас православная выставка действовать в Рождественское. Там тоже будет организован сбор подписей. Тоже обращайтесь. Мы всегда будем рады и побеседовать, ответить на ваши вопросы. И, конечно же, мы ждем единомышленников, мы ждем людей, чтобы как можно больше объединились в этом нашем общем деле. Спасибо большое. Я надеюсь, что нас сегодня с вами услышат. Что ж, мы продолжаем разыгрывать интересные билеты, именно билеты в кино, киномечта, любой сеанс на двоих. Тема «Единственная и неповторимая». Какая единственная в мире птица может летать назад? 202.11.22. Ну а пока смотрим сюжет и возвращаемся в эту студию. Весьма нестандартным способом, автопробегом, самарские активисты решили привлечь внимание к проблеме абортов. Жизнь ребенка начинается еще до момента рождения, уверены представители общественного движения «За жизнь». Уже третий год в России проводят акцию против абортов. Молодые супруги Чугуровы пока воспитывают только одного сына, но мечтают о большой семье. Уверены, и пять ребятишек воспитают. На форум пришли поддержать инициативу. Разговариваешь с теми девушками, они глухие, как будто не понимают, о чем идет речь, что это их дети будущие. У нас просто в обществе сейчас немножечко сдвинуты ориентиры. Речь не идет о том, что семьи нуждаются в самом необходимом. Очень часто женщина идет на аборт просто из-за того, что она не хочет лишаться комфорта. Тем же, кто действительно испытывает материальные трудности, готовы помочь. Скоро в Самаре в храме Казанской иконы Божьей Матери на улице Коммунистической откроется фонд помощи женщинам. Участниками форума стали врачи, психологи, представители духовенства. Заставить людей задуматься могла бы скульптурная композиция, посвященная нерожденным детям. Ее макет сделал скульптор Карен Саркисов. Огромная рука чуть соприкасается с крошечным младенцем, то ли отвергая, то ли подхватывая его. Здесь была очень сложная задача перед скульптором. Тема очень деликатная и нужно было сделать что-то, чтобы хорошо вписывалось, но не было подталкивающим. Вы видите, какая хрупкость жизни в этой скульптуре. По задумке, скульптура вместе с постаментом будет высотой 4,5 метра. Средства на ее создание планируют собрать с помощью благотворительных фондов и взносов жителей Самары. За жизнь, так мы назвали тему нашего сегодняшнего эфира. Тема серьезная, тема, которая заставляет задуматься. Но, тем не менее, так или иначе, по правилам нашего эфира мы, конечно же, разыгрываем для вас интересные билеты, призы. Поэтому билеты в кино получит тот, кто ответит на мой вопрос. Единственная неповторимая тема сегодняшнего розыгрыша. Какая единственная в мире птица может летать назад? 202-1122. Звоните, ответите верно. Два билета в кино. Киномечта достанутся именно вам. Я представляю пока наших следующих гостей. У нас два Олега. Первый Олег Игоревич Сидоренко, член правления региональной общественной организации поддержки семьи Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, чтобы понимали, кто есть кто. И Олег Валентинович Бабуров, автор инициативы по установке в городе Самара скульптурной композицией, посвященной нерожденным детям. Как раз мы видели ее в сюжете. Поговорим поподробнее. Ну а пока звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте. Как вас зовут? Я зовут Варвара. Тамара. Очень приятно. Варвара. А, еще раз Варвара. 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 Очень красивое, старинное имя. Здравствуйте вам. Как же можете ответить на наш вопрос? Какая единственная в мире птица может летать назад? Мне кажется, калибре. Калибре. Это действительно верно. Я поздравляю вас. Во-первых, то, что вы такой эрудированный телезритель, которая даже без вариантов ответов дала верный ответ. Два билета в кино к киномечтам достаются именно вам. Любой сеанс, любое время выбирайте на свой вкус, какой же будет это интересный сеанс. Комедия, мелодрама, драма, ужастики. Все, пожалуйста. Итак, ну а мы пока с нашими гостями. Давайте перейдем к беседе. Олег, скажите, пожалуйста, общественная организация. Что за общественная организация? Что представляете, какие интересы поддерживаете? Ну, прежде всего, я хотел бы сказать свой личный опыт, как я попал в эту организацию. Еще два года назад я никакого отношения к этой теме не имел. Для меня это был очень такой загадочный вопрос, закрытая тема. Когда, например, я со своей беременной женой оказывался в женской консультации, то для меня это было не слишком удобно находиться там. Я, скорее, в силу своих каких-то личных комплексов испытывал неудобства. Ну, вот полтора года назад мне предложили работать по моей специальности психологом в женской консультации, в доабортном консультировании. И прежде чем я начал свою работу, я посетил фестиваль в защиту жизни до рождения и семейных ценностей в Москве, который каждый год проходит, для того, чтобы познакомиться с этой темой и узнать, насколько это вообще возможно мужчине работать с беременными женщинами, которые оказались в такой ситуации. Так вот, я узнал, что работать не только возможно, но и необходимо. Потому что эта проблема, скорее... Поддержка мужчины в любом случае нужна, как вот я как-то сказала, да? Конечно. То есть это проблема не только женщины, но и мужчины. То есть мужчину касается судьба его ребенка. Мужчина оказывается иногда заложником ситуации, когда он не имеет права ничего решать и... И даже иногда не знает этого. Да. И женщина берет на себя слишком большую ответственность за двоих, можно сказать. Так вот, когда я начал работать у нас в Самаре, то я понял, что женщина, которая оказывается в такой ситуации, она испытывает чувство одиночества прежде всего. То есть она остается один на один со своей проблемой и, может быть, уже не ищет поддержки, потому что рассчитывает, привыкла рассчитывать на себя, но она нуждается в ней. И я оказался в такой ситуации. Если я один, то я могу помочь, ну, только в плане психологической помощи. А если присоединить к этому еще юристов, социальных работников и вообще всех неравнодушных людей, то вместе мы сможем гораздо больше. Таким образом мы организовали нашу деятельность и основали вот нашу организацию, которая объединяет и юристов, и психологов. Поддержка семьи. Да, конечно. Мы поддерживаем как многодетные семьи, так и женщин, оказавшихся в такой... В сложном ситуации, в сложном выборе. Да. Вообще, кстати, очень отрадно, то, что действительно сегодня гостями эфира с такой темой стали мужчины. Это очень отрадно. Особенно отрадно, что, Олег, вы стали инициатором создания памятника в Самаре. Почему? Почему такая инициатива пришла? Прежде всего, это попытка изменить отношение общества к ценности человеческой жизни как таковой. Только в этом случае мы сдвигаем границу. У нас обычно считается человеком тот, который родился, который появился на свет. А тот, кто находится в утрубе, к нему отношение несколько другое. Как на законодательном уровне, так и на уровне мышления, то есть отношения в обществе. Поэтому, когда мы говорим об этом и когда мы поместим в информационное пространство города вот такого рода скульптуру, где она будет присутствовать постоянно и напоминать всем и каждому, что они такие же полноправные... Такие же полноправные члены нашего общества и к ним также трепетно нужно относиться, как и к тем, которые уже родились. То есть это очень важный аспект. И вот вы видите сейчас вот эту макет, этой скульптуры, как она будет выглядеть. Здесь действительно скульптору удалось совместить очень много... Вот мы видим как раз варианты размещения в нашем городе здесь. Да, то есть различные варианты размещения. В основном они здесь показаны на набережной, то есть на новой набережной, третьей очереди, там, где ладья, и на спуске Льва-Толстого улицы. Вообще тема эта очень деликатная, почему очень сложно было сделать такую скульптуру. Опять же, вот как я говорил, то есть должен был взяться за эту работу мастер очень высокого класса. Здесь, да, поясню нашим телезрителям, мы видим уже макет готовый, макет, да, 3D, скажем так, который можно посмотреть, увидеть не просто на бумаге. В общем, в макете совмещено очень много. То есть это и вот эта неустойчивость, вот эта хрупкость человеческой жизни, да, которая, такое ощущение, что хочется подхватить этого ребенка, не дать ему упасть, это как обращение, как родителям, что в их руках находится сейчас эта жизнь, и они могут принять решение, то есть что они сделают, подхватят его, либо подхватят его, или они сбросят его в небытие. Это явное, явное то, что мы видим. Но есть еще сокрытый смысл, когда можно рассматривать эту руку как десницу Господню, то есть как перст Божий, как указание, что он этого человека, его воли, это человек жить ему, что он приходит сюда, в этот мир с каким-то предназначением, и не гоже человеку вмешиваться в это, это же вызов Творцу, это богоборчество. То есть в этом макете все это совмещено, то есть мы это видим. — Знаете, меня удивил вопрос одного человека, когда я спросила, когда у тебя день рождения, он говорит, а какой? Это действительно очень простой, казалось бы, вопрос, да, день рождения, это же не только тогда, когда ты появился на свет, но и когда ты начал жить, превратил в свою матерь под сердцем. — Ну, это тайна зарождения жизни, совершенно неведомая людям, то есть как раз вот об этом он говорил, да, и мы, устанавливая, вот такого рода скульптура, как раз вот об этом говорим, верно. — Угу. Олег, все-таки мы сегодня затронули такую тему, для кого эта проблема актуальнее? Для молодежи, либо она не имеет возраста? — Я думаю, что эта проблема актуальна для всех жителей нашей страны, потому что с этой проблемы ценности человеческой жизни начинаются все остальные проблемы. То есть насколько мы ценим людей, настолько мы ценим и все остальное, что есть в нашей жизни. Я думаю, что не должно быть равнодушных к этой проблеме, начиная с тех, кто непосредственно связан с рождением ребенка, матери, отцы. Дальше идут врачи, которые первые встречают женщину и могут своим авторитетом показать женщине ценность того, что с ней происходит. Дальше идут психологи, но я думаю, что все люди, окружающие женщины, они могут каким-то образом поучаствовать в судьбе ее семьи. И вот наша задача, задача нашей организации информационная прежде всего. То есть нужно донести информацию. Что ж, у нас есть еще один розыгрыш для вас, дорогие телезрители. Буквально две минуты вам на раздумье, где находится единственный в мире музей глобусов. Ответите верно, получите билеты на детский спектакль «Кошкин дом», который состоится 29 ноября в Театре-город-музей имени Алабина 202-11-22, где находится единственный в мире музей глобусов. Две минуты у вас на раздумье. Что ж, ну а мы давайте как-то подводить итог. Когда будет установлена скульптура? От чего зависит, будет ли она установлена? Зависит от нескольких факторов. Во-первых, нужно финансирование этого проекта. Поэтому, если позволите, я обращусь сейчас к жителям нашего города, те, кого волнует эта тема и те, которые принимают этот проект, чтобы они помогли, финансово поддержали. Это не обязательно должны могут быть какие-то большие суммы. Даже если кто-то выделит 50 или 100 рублей, мы очень будем благодарны за это. И должно быть решение окончательно городских властей, которые примут решение, нужна такая скульптурная композиция в городе или не нужна. И что мы можем сказать всем женщинам, которые смотрят нас, всем семьям? Наверное, самое главное – это любить свою семью. Это в первую очередь. Потому что человек, который любит и который любим, каких-то таких бед, каких-то глупостей, наверное, мало делает. Что-то еще? Все правильно. Здесь много говорилось об этом, чтобы не оставлять женщину в одиночестве в такой момент. Потому что она очень часто оказывается один на один с этими проблемами. Ей кажется, что она нигде не найдет поддержку. И здесь поддержка мужчины, она очень важна. Я хотел бы сказать, что очень часто зависит все от позиции мужчины. То есть вот эти попытки уклониться, дать деньги и так далее, чтобы она сделала аборт, они не оправдывают ни в коей мере. И если... То есть я хочу сказать, что нельзя здесь переводить всю ответственность за такое решение на женщину. Она, на мой взгляд, разделена пополам между женщиной и мужчиной. Давайте примем звонок под финал. Здравствуйте, как вас зовут? Быстро отвечайте на вопрос. Как зовут вас? Меня зовут Ирина. Ирина, очень приятно. Где находится единственный в мире музей глобусов? Ну, вот у меня такая версия, что он находится в тюрьме. Да, это действительно верно. Версия ваша верна. Ребенок есть? Есть с кем отправиться на спектакль детский? Я надеюсь, что есть. И действительно с ребенком, который появился на этот свет, которого обнимет мама, папа, отправиться на спектакль «Кошкин дом». Вам спасибо большое, что не побоялись поговорить на такую серьезную тему. Надеюсь, нашим телезрителям сегодня была наша информация интересна и полезна. Самое главное. До свидания. С вами была программа «Универсальный формат». Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова